Всем привет! Меня зовут Сергей Егоров, вы на YouTube-канале Футбольной Биги и говорим о том, что случилось в конце прошлой недели, в начале нынешней, но и о концовке, о тенденциях Чемпионата России по футболу. Событие номер один. Событие номер один, безусловно, связано с арбитром Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга, которому вдруг оказались претензии не только у журналистов и телеграм-каналов, но и у руководства судейского комитета РФС. Говорят о том, что есть разные источники, об этом заявил Ашот Хачатурянс в интервью СССР, о том, что что-то с судейством Лапочкина было не то. Лапочкин уже прошел или будет проходить процедуру на детекторе лжи, на полиграфии, проходить проверку, не знаю, какие ему будут задаваться вопросы. Мне рассказывали о том, что вопросов будет около 10. Не знаю, на что его хотят вывести, но по мне процедура достаточно странная. Появилась она, если не ошибаюсь, при прежнем руководителе Департамента судейства и инспектирования Александре Егорову. Егорове, кстати, у меня на канале завтра выходит интервью главного на сегодня эксперта в судействе Игоря Федотова, где он достаточно жестко оценивает и эту ситуацию, и то, что в принципе происходит в русском судействе. Так вот, мне кажется, ситуация достаточно странной, потому что если к Лапочкину есть претензии по части его судейства, если есть претензии по ошибке, возможно, его стоит просто отстранить на некоторое время и дать человеку отдохнуть. Если к Лапочкину есть претензии по ставкам, о чем говорили некоторое время назад, а эта информация получила распространение в телеграм-каналах, то здесь вообще дело правоохранительных органов и дело FIFA и UEFA. Кстати, информация о том, что будет комитет по этике в UEFA, о том, что там будет приглашен Лапочкин и еще некие люди из РФС, она не подтвердилась. То есть, таким образом, мне кажется, что Лапочкину просто дали понять по результатам одного из матчей, что к нему есть определенные претензии. Возможно, эта тактика и этот клуб этой тактики будет придерживаться. Но мне кажется, что больше Лапочкин в течение достаточно длительного времени матчей московского Спартака судить не будет. Уж слишком большим получился резонанс от матча Спартак-Локомотив. Но еще раз повторю, мне кажется, ситуация, когда арбитра допрашивают, а я иного глагола не подберу при помощи детектора лжи, мне кажется, странной, потому что, ну, мне кажется, что это не метод, да, или он применяется скорее в методике правоохранительных органов, а никак не общественной организации под названием Российский Футбольный Союз. Второй момент, который связан с РФС, это все, что касается комитета, как я его называю, по эстетике. Он достаточно долго о себе не напоминал. И вот после того, как случились вот эти международные отношения, как говорит Артем Дзюба, между ним и гражданином России, и гражданином Ирана Азмуном, видимо, общение прошло в теплой и дружеской обстановке. Господин Медведев сначала выступил, я имею в виду директора хоккеиста футбольного клуба «Зенит», а потом было еще два высказывания, которые также будут рассматриваться. Это высказывания Валерия Карпина, главного тренера Ростова, и жест генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе, который показал средний палец «Болельщикам локомотива». Нигде это не задокументировано, но Кикнадзе, четко понимающий законы медиа, в это, некоторое время назад у меня были сомнения после его ряда заявлений, интервью, он четко понимал, что если он будет отпираться и скажет, что нет, я не показывал фак болельщикам, то обязательно найдется тот человек. Есть риск, во всяком случае, что найдется тот человек, который покажет то самое фото, и замучаешься потом оправдываться, что нет, это было не так. Но ситуацию с Василием Кикнадзе, она требует отдельного осмысления, возможно, через некоторое время я сделаю специальный выпуск об этом, а возможно и нет, возможно, мы поговорим на стриме, он в студии будет в четверг с Артемом Локаловым, смотрите за обновлениями и заходите в раздел «Сообщество». Так вот, здесь все достаточно понятно, но действительно тот жест, за который уже, я так понимаю, Кикнадзе корит себя, он понимает, что этого делать не стоило, и, ну, в принципе, там уже Рубикон давно пройден, я с трудом представляю, что такого должен сделать Кикнадзе, что такое, в принципе, должен сделать менеджмент футбольного клуба «Локомотив», чтобы отношения с болельщиками были нормализованы. Но вот про «Локомотив» хочу сказать так, что вот эта вот тема, о которой мы говорили и на стримах, в том числе и на футбольной беге, о том, что Юрий Павлович где-то рядом сидит у того самого паровоза в Черкизове, она подтверждается. Я думаю, что Юрий Павлович, безусловно, ждет развития событий в московском «Локомотиве». И из его последнего заявления, я всем рекомендую посмотреть интервью Нобеля с Семиным в «Инсайдерах», мне, ну, интервью не получилось конкретным, но мне больше, явно потому, что Юрию Павловичу некомфортен вот эта вся история с видеоформатом. Так вот, там есть одна очень четкая история, ну, загадка, ответ на загадку, на которую я долго не мог для себя разгадать. Юрий Павлович говорит о том, что он разговаривал с господином Белозеровым, генеральным директором РЖД, но дальше эту тему конкретизировать не стал. То есть, делаем вывод, что все-таки господин Белозеров был в курсе этого решения, он его одобрил, и он читает, вероятно, это решение по непродлению контракта с Семиным логичным и правильным. Но второй момент. От Кикнадзе к Карпину. Валерий Карпин, я сейчас процитирую, после матча в Оренбурге, сказал, подчеркнув в интервью основному вещателю, это важно, основному вещателю, который задал вопрос такого, знаете, философского плана, и Карпин разоткровенничался и сказал о том, о нашем чемпионате, процитирую Анатолия Федоровича Бышевца, он, как говорился, Валерий, назвав его Павлом, нет предела человеческой мерзости, мерзости и подлости. Раньше был Росгострах, чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор, чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться? Кто скрыл больных, а кто не скрыл? Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли? Это ненормальный чемпионат России, сказал Карпин. И, в общем-то, это, ну, другими словами, немножко то, о чем я говорю в своих программах на YouTube-канале и на стримах говорю, мы имеем дело с совершенно уникальным чемпионатом России в этом рестарте. Вот смотрите, что происходит. Сейчас свежайший пример. Мы же видели, что произошло в Ростове, когда появилось 6 заболевших. К чертовой матери закрыли на карантин. Что получилось у Оренбурга, когда появилось тоже несколько заболевших футболистов и персонал тоже закрыли на карантин. Команда играет таким молодежно смешанным составом. Играла и получала поражение 0-3. Мы видели, что было в московском «Динамо», когда тоже появилось несколько заболевших. Команду закрыли на карантин. Игру с милостивого согласия Сергея Галецкого перенесли. И сейчас будет очень интересно. 19 июля дата матча «Краснодар-Динамо». У «Краснодара» игра за 30 миллионов евро. «Краснодар» борется с «Локомотивом» за второе место, которое дает прямую путевку в Лигу чемпионов. И, в общем-то, возможно, это ключевая игра финишного отрезка. Так вот, у нас получается то, о чем говорил Карпин, и о чем говорил раньше я. Да, ведь не Карпин первым назвал чемпионат России Роспотребнадзор чемпионатом России. У меня вопрос. Вот я посмотрел быдло пресс-конференцию, я иного слова не подберу, господина Евсеева из Уфы после матча с «Локомотивом», где корреспонденты трясущимися голосами пытались выяснить у господина, сидевшего с таким выражением лица, несколько раз млякавшего-блякавшего, три мля и шесть бля корреспондентом на всю страну и рассказывавшего им по поводу футбола, по поводу того, какие у него травмы. Но у меня вопрос, чем вот это отличается в лучшую сторону от того, что сказал Карпин. Только Карпин не матерился, а высказал свою достаточно жесткую позицию. И получается, что руководство РПЛ быстренько накатало бумагу на Карпина, прислало ее в комитет по этике с просьбой это рассмотреть. Почему же тогда руководство РПЛ никак не заметило то, что господин Евсеев с таким выражением лица, с одолжением, на которое пришли, вероятно, сто корреспондентов к его, я выражаясь в высказывании Евсеева, бля величеству, чтобы узнать, почему у него пять или шесть человек отсутствует. Он там начал материться. Мне кажется, что если бы Евсеева не разделял стол, он бы пошел там в лобовую атаку. Господин Евсеев, отвечайте нормально на вопросы, которые вам задают. А то вы у нас белые и пушистые в Инстаграме, а на пресс-конференциях вы начинаете на людей прыгать. Или что, здесь на пресс-конференциях сядут халдеи, а в Инстаграме нужно как-то иначе себя вести? Или вам в Инстаграм другие люди? Где вы настоящие? Где вы беленькие и пушистые в Инстаграме? Или где вы на пресс-конференциях блякаете, млякаете и бросаетесь на людей? Продолжая разговор о Евсееве и об Уфе, я бы хотел сказать следующее. Вот у нас есть конкретный пример. Когда господин Евсеев говорит, что у футболистов, как он сказал, механические повреждения. У меня просьба к Российскому футбольному союзу, не к комитету по этике, а, возможно, к медицинскому комитету. Я знаю, что были идеи, возможно, выезжали люди из медицинского комитета, я имею в виду его руководителя Эдуарда Безуглова. Быть может, стоит выехать в Уфу, чтобы вам показали вот этих людей с механическими повреждениями? А то у нас один раз Шамиль Газизов ужиком вот так вот проехал, когда у него тоже вроде бы были положительные тесты, а потом они оказались не совсем положительные. Теперь оказалось 5 или 6, как пишет, по-моему, ЛРБК. Я, ну, сори, я найду источник, процитирую его в описании. А господин Евсеев на пресс-конференциях говорит о том, что нет, это механические повреждения. Так может туда съездить просто в Уфу, посмотреть, почему Уфа так замечательно договаривается с местным Роспотребнадзором? Или у нас нет власти в русском футболе, у нас нет РФС, у нас нет РПЛ, у нас только есть Евсеев в чемпионат России по футболу? Или Газизов в чемпионат России по футболу, которые замечательно умеют договариваться с местным Роспотребнадзором? Почему так происходит? Почему Оренбург и Ростов сажают футболистов на карантин? Почему Динамо садится на карантин? А Уфе чудесным образом выясняется так. Я сегодня прочитал на сайте РПЛ замечательное сообщение о состоянии здоровья сотрудников и игроков клубов. Один представитель Уфы сдал положительный тест на коронавирус. Региональное управление Роспотребнадзора установило, что заболевший, внимание, ни с кем не контактировал. Ни с кем не контактировал, заболевший ни с кем не контактировал. То есть он живет где-то в пустыне в Уфимской, ни с кем не с командой не контактировал и просто ему предписали на карантин. То есть контактной группы, применительной к футболистам футбольного клуба Уфа не существует. И РПЛ, оперативный штаб это с радостью вот так вот констатирует. Ни с кем заболевший не контактировал. Опыт Уфы стоит взять на вооружение всем российским футбольным клубам. Как только, внимание, опыт Уфы, примечания в скобках Евсеев Газизов, как только появляется заболевший, вы его быстренько убираете из команды. Говорите местному управлению Роспотребнадзора, что он вообще ни с кем не контактировал. То есть если он тренировался, то в радиусе 10 метров или сколько там составляет социальная дистанция, ну полтора метра, да, он ни с кем не вступал в единоборство. Он никого не массировал, если это массажист, он никому не оказывал помощь, если это врач. Он, значит, с футболистами не общался, если это начальник команды и администратор. Если это тренер, то он, безусловно, близко к футболистам не подходил. То вот это замечательный опыт футбольного клуба Уфа. Всем необходимо взять на вооружение опыт этого замечательного футбольного клуба. У нас будет вторая волна, говорят, в ноябре-декабре, а чемпионат России будет продолжаться, возможно, по 19 декабря. И этот опыт нужно взять на вооружение и всем говорить о том, что если вдруг есть один, два, да даже пять заболевших, то они ни с кем не контактировали. Просто их изолировать, посадить в какую-то отдельную комнату, бокс, закрыть, искать, а все остальные выходят на поле. Это действительно Роспотребнадзор, чемпионат России по футболу. И закрывая эту тему, я еще раз повторю просьбу к РФС, РПЛ, может быть, действительно сформировать рабочую группу, это вообще любимое выражение наших футбольных чиновников, и съездить в славный город Уфа, посмотреть, как там себя чувствуют те пятеро или шестеро футболистов, у которых внезапно оказались механические повреждения. И кто тот несчастный один представитель футбольного клуба Уфа, который ни с кем не контактировал, которому никто не подходит, с которым никто не общается, и контактной группы не существует. Мне кажется, что этот опыт необходимо перенимать в максимально сжатые ближайшие короткие сроки. И еще о футбольном клубе Уфа чуть-чуть применительно к Шамилю Газизову. Он был представлен на прошлой неделе, он получил назначение генерального директора. Это очень важная, значимая должность для этого менеджера. Могу сказать, что он ее, безусловно, заслужил. Он долго шел к этому посту, и решение принять приглашение Спартака, мне кажется, оно совершенно правильно. Другое дело, что есть здесь нюансы. Весь дьявол ведь в деталях. Вот смотрите, что получается. Газизов получил назначение, и одновременно в интервью Леонид Федун, владелец Спартака, говорит о том, что у нас главный тренер остается. Но ведь, на мой взгляд, смотрите, что происходит. Ведь такое в Спартаке уже было. Когда приходил Томас Цорн, и уходили Наили Змайлов и Сергей Родионов, руководил командой Олег Кононов. И тоже были разговоры о том, что Томас говорил о том, что поддерживаю, он наш тренер, и прочее, и прочее. Я не буду долго цитировать, просто посмотрите архивы сайтов. Спустя некоторое время, да даже за 10 дней до отставки Олега Кононова, Леонид Федун говорил о том, что он проработает как минимум до зимы. Это было дело в сентябре, а спустя 10 дней после этого заявления Кононов не смог выдержать то давление, и после матча с Оренбургом ушел. Так вот, сейчас сложилась ситуация, которая мне напоминает ту. У Тедеско позитивная пресса, о нем очень хорошо отзываются, мне это совершенно непонятно. Мне кажется, что главный критерий работы тренера – это результат. Как по мне, работает Тедеско безобразно с точки зрения результата. Вот какой результат у Спартака? Команда выпала из первой десятки, и, вероятно, не будет уже претендовать на шестое место, которое дает право в случае того, если Зенит выиграет Кубок России, а он, скорее всего, выиграет, право на выход в Лигу Европы. Что, вероятнее всего, дает доход около 500 миллионов рублей, ну или около 10 миллионов евро. 8-10, как говорил Леон Физун. И вот получается, что у Шамиля Газизова нет, вернее, есть, сейчас остался прежний главный тренер Доменика Тедеско от Томаса Цорна. У Шамиля Газизова очень важная структура, сейчас уже сформирована новая пресс-служба. У Шамиля Газизова сейчас нет, насколько я понимаю, селекционеров, кроме господина Чистякова. Каждый раз, когда я его вижу, он почему-то перепуган. И получается, что у него есть наследство прежнего генерального директора и наследство в лице пресс-службы от, вероятнее всего, Леонида Федуна. И нет вообще спортивного директора, который сейчас необходим. Появились сообщения о том, что спортивным директором может быть Олег Еремин, это написал Спорт24. Мне кажется, ситуация, при которой Олег Еремин будет назначен, достаточно странно. Во-первых, господин Еремин – агент, известный агент на российском рынке. У него есть интересы не только с точки зрения игроков, продажи, покупки, инвестирования футболистов, но и интересы, скажем так, в виртуальном футболе, так называемые токены футболистов. Ну, почитайте, этот проект достаточно интересный. Так вот, ведь похожая ситуация, когда агенты были у руля Спартака, уже была, когда были господа Гурцкая и Трабуки, и это Леониду Арнольдовичу не совсем понравилось на финальном этапе. И неужели получается, что вот этот уфимский блок, а не секрет, что господин Еремин помогал Шамилю Газизову и в Уфе, по футболистам он переходит в Спартак. И нужен ли Спартаку на посту спортивного директора агент? И зачем это нужно? Мне кажется, ситуация, когда Леонид Федун наступит вот на те же грабли, когда у руля клуба окажутся агенты, маловероятна. В то же время, если спортивным директором или человеком, ответственным за спортивный блок, окажется Дмитрий Попов, то это ведь тоже будет кандидатура не Газизова. И здесь возникают вопросы с точки зрения широты тех полномочий, которые получил Газизов. Говорят в футбольной тусовке о том, что полномочия Газизова широки. Но вот так они широки? Вот так или вот так? Мне кажется, что с течением времени сам Газизов все равно рано или поздно поймет, то, кем были в истории Спартака Наил Измайлов, Томас Цорн, ну и другие генеральные директора. Мне кажется, что он может стать тем же самым таксистом, когда он будет рулить туда, куда ему скажут рулить пассажира. Но Шамиль Газизов не так просто. Издание рейтинг букмекеров написало, посмотрите на сайте рейтинга букмекеров, о том, что Шамиль Газизов оставил свою долю в управлении Уфы своему брату. С одной стороны, конечно, мы можем говорить о том, что все в дом и прочее, что Газизов хочет подстраховаться. А с другой стороны, если все пойдет хорошо, то мы можем говорить о том, что у Спартака появилась в РПЛ команда «Спартак-2». Ну вот как у «Зенита» появился «Зенит-3» и «Зенит-4». Извиняюсь, «Спартак-3», потому что «Спартак-2» есть в ФНЛ. Куда можно будет отдавать молодых футболистов? Откуда можно будет брать лучших футболистов? Говорят о Фомине и я слышал разговор о Бурунове. Информация по Табидзе и Неделчаро у меня пока не подтверждается. Об этом написал Спортэкспресс. Конечно, можно говорить о том, что неужели «Спартак» будет играть в те же самые игры, в которые играет «Зенит», который получал 12 очков от Оренбурга. Но, с другой стороны, если «Спартак» действительно хочет бросить перчатку, это слова Шамиля Газизова, то других путей нет. Не бывает в российском футболе кристально чистого чемпионства. Это чемпионство необходимо вырывать. И в этом смысле, возможно, Газизов делает правильные шаги. Но есть второй момент. Не является ли Уфа в данной ситуации, когда доля в управлении оставлена брату, таким запасным аэродромом для Газизова, если вдруг не получится у «Спартака»? Это вопрос интересный. И ответ на него, я думаю, что мы узнаем не доля, чем через год. Я понимаю, что прогноз достаточно долгосрочный в этом смысле, но ведь, друзья мои, последние тренера «Спартака», я имею в виду Олега Кононова, и последний гендиректор, я имею в виду Толмаса Цорна, не работали в «Спартаке» дольше одного года. Все узнаем очень скоро. И еще одна тема, третья, последняя, о которой я бы хотел сказать сегодня, это история вообще с лигами ФНЛ и РПЛ. Ведь до сих пор не ясно, идут ли химки в РПЛ. Она ситуация, вы знаете, напоминает мне ту, что была когда-то у Курбана Бердыева, который то шел в «Спартак», то не шел. Говорили даже, что если у Курбана Бекевича ночью приснится его родственник, родственница в красно-белом, то он пойдет в «Спартак», а если не приснится, то не пойдет. Но это так, сплетня. То химки за последний месяц то шли, то не шли, то находили деньги, то не находили, то приходил Ломакин инвестор, то не приходил. А теперь понятно, что уже наступает час икс, и нужно делать выбор. У меня есть два соображения по этой теме. Не является ли вот эта игра химок на повышение, когда нет четкого «да» или «нет», игрой с тем умыслом, чтобы клуб как-то отблагодарили, простимулировали, чтобы они не шли в РПЛ. А простимулировать здесь может только одна команда, вылетающая, ну, скажем, 15-я команда РПЛ. Ну, это так предположение, которое, на мой взгляд, ни в коем случае не оскорбляет химки, а делает этот клуб такими предприимчивыми ребятами. В конце концов, если вы решили, и у вас нет денег пойти в РПЛ, то почему бы на ФНЛ не заработать вот таким образом? Это первый момент. А второй мне хочется сказать о системе построения российских футбольных лиг. Я не беру сейчас ПФЛ, которая, на мой взгляд, деградирует, и деградирует уже достаточно давно. Я беру сейчас ФНЛ и беру сейчас РПЛ. Вот смотрите, если химки не идут, не идут наверх в РПЛ, то получается у нас из РПЛ вылетает всего одна команда. А в ФНЛ по итогам прошлого первенства не вылетел вообще никто. То есть у нас получается вылетевшая всего одна команда. А наверх выходит тоже одна команда. Из ФНЛ в РПЛ. Волгоградские роторы, то, насколько я понимаю, там есть еще вопросы по бюджету. Друзья, так где же здесь вообще спортивный принцип? Можем ли мы, на ваш взгляд, в этой ситуации, когда у нас наверх поднимается одна команда и одна команда вылетает, можем ли мы назвать российский футбол системно закрытым? Что у нас есть две закрытые лиги. На мой взгляд, можем. И эта проблема уже, как мне представляется, лиг, их устройство. Когда у вас никто не вылетает из ФНЛ в ПФЛ, это значит, что лига деградирует. Это значит, что она неинтересна. То же самое касается РПЛ. Как с точки зрения устройства, я вернусь к словам Карпина, который сказал, что это не Тинькофф лига, а Роспотребнадзор лига. И вот этот нейминг Роспотребнадзор получил совершенно бесплатным, а Тинькофф платил 300 миллионов рублей. И получается, что никто не вылетает, из ФНЛ. И наверх выходит одна. И то же самое вылетает всего одна команда из РПЛ. Разве это не закрытые лиги? Что вы думаете об этом? Пишите мне в комментариях, и пишите, что вы думаете о новом проекте Шамиля Газизова. Ну и, конечно, о ситуации с футбольным клубом Уфа, который открыл совершенно удивительный ноу-хау. Нужно всего лишь договориться с Роспотребнадзором. То-то Ростов и Оренбург не смогли договориться. Как же так? Всем пока, счастливо, увидимся на стриме.